Всем привет! Вы на канале TripAdvice. Мы приехали в Светлогорск, уютный курортный городок Калининградской области. Из Калининграда сюда ходят электрички. Пути не более часа. В Светлогорске два вокзала. И оба, кстати, не похожи на типичные железнодорожные терминалы, а скорее напоминают небольшие сказочные домики. Мы приехали на станцию Светлогорск-1. Отсюда и пойдем смотреть главные достопримечательности города. Карту с ними мы оставим в описании. Первым делом отправляемся на озеро Тихое. Пока шли, успели ощутить колоссальную разницу между жизнью в мегаполисе и курортном городе. Воздух тут невероятно свежий, морской и немного хвойный, а кругом сочная зелень. До 1946 года город назывался Раушен и входил в состав Восточной Пруссии. После Второй мировой он стал частью СССР и был переименован. Но смена прописки не сделала его похожим на большинство российских городов. В те годы он уже был высокоразвитой европейской здравницей, сетью гостиниц и лечебных баз. Многое было утрачено, но сегодня Светлогорск остается все таким же европейским, благоустроенным, уютным, чистым, зеленым городком. Многие дороги тут выложены брусчаткой, кустики подстрижены. На улицах то и дело встречаются цветочные и ландшафтные композиции. Дворники работают на пять с плюсом. А вот многовековая липа. Ей более 450 лет. Дереву даже присвоено звание памятника живой природы всероссийского значения. Мы прошли вдоль озера, полюбовались фонтаном и зеленью. Идем дальше. Поднимаемся в горку. Их тут, кстати, очень много. Кажется, что вы всегда идете куда-то вверх. В центре города почти нет машин. Курортную зону въезд разрешен только по спец пропускам. Светлогорск очень красивый. Он утопает в деревьях. Воздух здесь невероятно чистый, а дома и многочисленные кафешки очень аккуратно вписаны в природный ландшафт. В Светлогорске много парков, в которых можно просто погулять или посидеть на лавочке в жаркий день. Этот парк называется Листрничный. Главное архитектурное украшение города – 25-метровая водонапорная башня и здание водолечебницы. Наверху работает смотровая площадка, а сама башня входит в состав Светлогорского военного санатория. Приятно, что даже современные здания построены в том же стиле, что соблюдался в городе веками. Ну а старые постройки тут трепетно оберегают. А это знаменитый бювет. Раньше попробовать минеральную воду мог любой желающий. Сегодня она доступна только пациентам военно-лечебного санатория. Мы пришли на центральную площадь. Здесь красивые здания и башни, ворота, янтарное дерево и, конечно, сувенирные лавки с янтарем. Идем к главному концертному комплексу Калининградской области. Янтарь-холл – красивый театр эстрады. Здесь проходят концерты российских звезд, КВН, интересные фестивали и спектакли. Рядом с янтарь-холлом находится большой зеленый парк с красивым названием «Времена года». Здесь приятно погулять или покататься на велосипеде. По пути встретили оленя. Издалека мы и правда подумали, что он настоящий. На выходе из парка нашли смотровую площадку. Отсюда открывается отличный вид на новый променад. Его открыли в начале мая 2019 года. Длина нового променада почти полтора километра. Идем дальше и снова оказываемся неподалеку от центральной площади. Если спуститься по лестнице и пойти направо, выйдем на новый променад. Если налево – на старый. Кафешки, сувенирные лавки – все как в обычных курортных городах. Со старого променада можно выйти на пляж. Жаль, что купаться здесь не очень здорово. Вода обычно не прогревается выше 19 градусов. Несмотря на это, в Светлогорск ежегодно приезжает около 130 тысяч туристов. Летом отдыхающий загорает и купается, а в остальное время года дышит целебным воздухом. Хвойные и лиственные деревья насыщают его полезными эфирными маслами, а море – йодом. Это очень полезно для организма. А вот светлогорские солнечные часы. Они выложены мозаикой и показывают московское время. Это самые точные солнечные часы мира. За это они занесены в Книгу рекордов Гиннеса. Прогуляемся немного по новому променаду. А потом пойдем на старый. Это красивая скульптура «Нимфы» – очень популярное место для фотографий. А это – скульптура Ундины. Так в Пруссии называли «русалок». Попасть на променад и подняться с него в город можно на канатной дороге. Стоит это всего 50 рублей. Правда, ехать-то всего пару минут. Канатная дорога находится неподалеку от железнодорожной станции «Светлогорск-2». Отсюда удобно поехать обратно в Калининград. Чуть в стороне от вокзала сидит царевна лягушка – символ Светлогорска. Существует поверье, что если обменяться с ней поцелуями, сбудется самое заветное желание. Еще одна популярная достопримечательность – уголок, посвященный знаменитому сказочнику из Кёнигсберга Теодору Гоффману. Тому, что написал Щелкунчика и много других хороших сказок. Здесь стоит стилизованный отель «Дом сказочника». Скульптура символизирует двойственную натуру Гоффмана. С одной стороны, он был талантливым юристом. С другой стороны, ненавидел свою работу и хотел писать сказки. А рядом находится еще одна достопримечательность – макет Кёнигсберга начала 16 века. В ней город состоит более чем из 500 зданий. На этом все. Если мы упустили что-то важное, напишите об этом в комментариях. Нам кажется, что получился оптимальный вариант для короткой прогулки по городу. Если у вас в запасе больше, чем пара часов, советуем взять экскурсию. Так будет даже лучше. Ссылочки на интересные варианты смотрите в описании к видео. Ставьте лайки, если вам понравился наш маршрут, и подписывайтесь на канал, чтобы гулять с нами и дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!